НОВОСТИ В тот же день министр обороны Азербайджана Закир Гайсанов созвал совещание с участием командиров при фронтовых частей и рассказал им о задачах, которые были поставлены Ильхамом Алиевым на съезде партии Ени Азербайджан. Напомним, что Алиев назвал стратегической целью Ереван и Зангизур. Гайсанов обсудил с офицерами подготовку к выполнению поставленных задач. Через два месяца в Азербайджане досрочные выборы, которые были перенесены с октября. Мало кто может вразумительно сказать, что могло произойти до октября, из-за чего Алиев неожиданно перенес выборы. Но можно с уверенностью утверждать, что решение Алиева о переносе выборов, и заявление о том, что переговоры продолжатся только после выборов, означало, что Алиеву срочно нужна была пауза. Но переговоры можно отложить до апреля, и через два месяца Алиев все равно должен будет вернуться к предложенной повестке переговоров. Два месяца Алиеву показалось мало, и он удлинил паузу, а точнее, отказался от нынешней повестки урегулирования, расширив ее до Еревана, из Зангизура. Международной реакции на экспансионистские заявления Алиева не прозвучало, в том числе и от стран-посредников Карабахского урегулирования. В Армении звучат различные оценки, хотя превалирует мнение, что к заявлениям Алиева стоит относиться серьезно. Прежде всего серьезность намерений может быть обусловлена тем, что Алиев оказался загнанным в угол, а в таком положении обычно прибегают к отчаянным шагам. Сопредседатели вернутся в Ереван, и по традиции, выступят с заявлением по итогам визита. Зафиксируют ли они паузу, и укажут ли на деструктивность Алиева, сложно сказать. Но армянская сторона не может сидеть сложа руки. Представитель РФ Дашнакцутюн Грант Маркарян обсудил с Баккаслиакяном внутриармянскую повестку, и Карабахское урегулирование. Напомним, что Дашнакцутюн давно уже предлагает заключить соглашение по безопасности между Арменией и Арцахом. Более того, текст соглашения уже готов, и на уровне МИД было заявлено, что его заключат в нужный момент. Можно ли утверждать, что такой момент настал? В Армении совершается переход к парламентской форме правления, что предполагает не только ребрендинг, но и переформатирование застарелых проблем. Одной из такой проблем являются двусмысленности в отношениях Армении и Арцаха, как в сфере защиты безопасности, так и участия в переговорах и многих других моментов. Может ли переход к парламентскому правлению внести ясность в эти вопросы? Говорил ли об этом Баккасаакян с армянным Саркисяном? Обсуждал ли он с Грантом Аркарианом возможность подписания соглашения? И были ли сопредседатели Минской группы уведомлены, что при таких стратегических задачах Алиева, армянской стороне придется предпринимать меры?